Во имя Отца и Сына и Святого Духа, всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую и поздравляю с нашим престольным праздником. Преподобного Богомостного Отца нашего Сергия, Викумина Радонежка и Всероссия Чудотворца. Мы сегодня по обычаю совершили две божественные литургии, совершили крестный ход вокруг нашего храма. Читали молитву преподобному Сергию, которую, может быть, вы слышали, может быть, нет. И начинается она словами к преподобному Сергию, обращаемся к нему как к небесному гражданину небесного города Иерусалима. О небесной гражданине Иерусалима, преподобный Отче Сергия. И просим его в том, чтобы он помог нас преодолеть то расстояние, которое существует и временное, и физическое между ним и нами. И не столько оно ограничено физическими какими-то возможностями, сколько нашими грехами духовными, которые нас не пускают в этот Царствие Божие, в эту близость ко Христу и преподобному Сергию, в котором он сейчас пребывает. Об этом мы его просили и молились. И сегодня слышали повествование апостола Павла Галата, в котором он также определяет нам, что есть такое дары Святого Духа. Это любовь, милосердие, долготерпение, кротость, смирение и воздержание. Те свойства, которые никакими законами не описаны, и, как дальше говорится, все они находятся вне закона. Они находятся в духовном ведении и вне человеческих законов пребывают. И вот таким и был преподобный Сергиевич. Он объединил всю Россию, начал объединение всей России, которая превратилась в великую державу. Он давал благословение на победу князя Дмитрия Донского в Кульковской битве. И он эти войска молился, о них все провоздал. И поминал всех усопших, когда они еще упали только на поле брания. И все это дано ему было, не скажем, с помощью каких-то громадных физических сил. Он не был великим полководцем, не был великим оратором. Не оставил нам никаких письменных трудов от себя. Все это было только благодаря его великому стеснанию, смирению и Духу Святаго, которому он был послан. И великую молитву, которую он за всех за нас возносил. Поэтому мы еще его называем печальником земли русской, святым, которому мы все молимся, святому. И просим его о печалывании, о помиловании или о помощи в преодолении тех наших или иных грехов. Или оказание помощи в тех или иных наших делах. Нам очень радуется, что именно здесь, в Москве, есть такой храм преподобного Сергия Радонежского. Целый комплекс построенный по образцу Троицы Сергий Лавры. Там центральный храм Троицкий храм у нас, малый храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Это в честь ведения во храм Богородицы. Лавры Успенский храм, как вы знаете. И вот эти два великих храма, они служат доминанты Троицы Сергий Лавры. Конечно, там сегодня особое торжество. Все, наверное, забывали в Лавре, поклонялись мочам преподобного Сергия, мощи которым неустанно приходят и притекают тысячи паломников, получают от них исцеление. И мы, конечно, мысленным взором также пребываем с ними. И молимся у моча преподобного Сергия, чтобы он вас помиловал, сохранил и даровал нам еще годы для достойного внесения церковного покушания, которое на нас в той или иной степени это возлагается. Более того, большая часть священнослужителей русской православной церкви является выпускниками именно московских духовных школ. Мы жили в Троице Сергий Лавре, заканчивали семинарию, академию. И потом уже большая часть духовенства, которая в Москве, да и не только в Москве, но и в других городах, она прошла именно школу Лавру преподобного Сергия. Все жили под покровом преподобного отца нашего Сергия. Я думаю, что эта милость преподобного Сергия будет распространяться на всех нас, молящихся здесь, в Москве, в этом прекрасном величайном храме. Всех вас сердечно поздравляю с праздником. Каждому желаю помощи, большего заступления по молитвам преподобного Сергия. Хорошего радостного настроения. Праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!